я когда работал в море она знаешь чему обучали ты хочешь развязать и достать его ты такой сейчас дотерплю дотерплю после пробуждения тебя открывается эта способность отношения не должны быть развлекаловкой они не должны развлекать приносить себе какие-то там ощущения как прыжки с парашюта практики практики тут практика там практика для себя для себя для себя себя развлечь мне приходится понимать женщины взрыв головы я вначале так и сейчас она орет знаешь как стадии я уже для себя понял риску щеки лопнут и иногда и так часто улыбаюсь так радостно это мой зимний образ зимний лук бабушка никита бабушка никита ну пойдем чего тянуть нам по прямой 5 минуточек пройти мы в цике вот если повернуть вот сюда вот камеру так вот так вот то вот там вот наш домик назовем это европейский центр дат над нашей школы мы тут живем командой там два дня не было хиста там такие перемещения бывают но трое точно со мной 4 что не константные люди приезжают да да но стабильный человек а три четыре живет а как это ощущается когда только как бы открытых людей вместе говорят же про синергию про увеличение потенциала на на что это дает значит ощущается на контрасте когда живешь ты такой как бы все хорошо и как бы хорошо там нет же таких каких-то значит энергетических фейерверков нет это просто очень такое приятное комфортное домашнее такое позитивная атмосфера но на контрасте когда возвращаешься в город словно дышать становится нечем знаешь вот вот если у тебя была бы своя группа музыкальная и ты такой я говорю ну как когда вы вместе когда вы там в гараже играете там или на студии ты такой блин это лучшие вообще моменты потому что мы делаем одно дело да и здесь то же самое конечно конечно как я недавно на встрече говорил знаешь как в социуме когда я говорю то это обычно конец разговора а у нас когда мы это говорим это начало разговора то есть потому что если мы короче сейчас же не помиримся то дело так дальше не пойдет то есть конфликты не копятся напряжение не копится если копится то оно должно разрядиться как облака будут в какой-то момент вы желательно чтобы это было через сутки-двое я когда работал в море она знаешь чему обучали ну на что вот эти все safety курс и так далее ну так пацаны короче вот вас команда 20 человек там капитана эти самые матросы машинисты и если вы ссоритесь вы посреди океана и вы там что-то подсапались с кем-то вам надо же прям там на месте решить эту сразу проблему потому что если вы подсапались работа не пойдет мы на судне я не могу уехать там знаешь к себе на квартиру или или типа все не буду с тобой общаться судно это просто такая большая квартира в которой ты живешь с этими людьми ты с ними кушаешь вместе с ними работаешь это взаимодействие вы как винтики знаешь или как винтик поссориться с другим винтиком тогда конструкция не выдержит рухнет то есть меня научили еще в море этому если ты ссоришься то быстрее решай свой вопрос и здесь то же самое но в плане чего здесь тоже самое наверное больше в другом плане потому что мы открыты как бы мы знаем что надо проработать это проговорить пошли неприятно знаешь когда у нас с тобой какая-то искра стычка это нужно проговорить и решить чтобы это решилась позитивно не так чтобы мы друг другу руки отломали а чтобы это позитивно решилась то есть мы должны пойти навстречу то есть я должен перешагнуть через свою там эгоизм какой-то свою я в связи с романтическими отношениями еще одна форма отношения те же самые моменты конфликтов тогда точно также ты прорабатываешь тоже по мере возникновения да у нас с Аней ну такая связь чувствительная то есть если есть хоть малейшая какая-то стеночка какое-то недосказанное слово мы это чувствуем это знаешь как поверхность должна быть гладкой если появляется на ней хоть малюсенький камушек ты это чувствуешь это как в твоей обуви в ней нет камушка идешь отлично даже не замечаешь но хоть попади туда малюсенький камушек ты такой ты хочешь развязать и достать его ты такой сейчас дотерплю дотерплю но ты не можешь игнорировать этот камушек и то же самое в отношениях с Аней конечно если снять ботинок у людей в отношениях в принципе социум там можно море высыпать песка легче не поднимать вопросы потому что некомфортно иногда бывают некоторые вопросы когда ты отождествлен с телом с умом ты как бы смотришь на внешнее на чувство почти не обращаешь внимание но есть и есть там когда плохо мне плохо хорошо хорошо а там появляются более тонкие моменты ты начинаешь смотреть как-то тоньше на вещи на это внутреннее состояние и твое внимание не только тут но часть еще здесь то есть и постоянно распутываешь узлы конечно конечно да 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 психологу за этим ходят просто психолог что он делает ты сам себя как бы не видишь со стороны да почему что ты как бы слишком служен до одной точки до точки себя до личности ты смотришь узко не психолог как бы он может на тебя посмотреть немножко со стороны как не можешь посмотреть ты после пробуждения тебя открывается это способность видеть себя со стороны видеть свои процессы словно это процессы вот там стоит машина я могу вот ее полностью разобрать по деталям я могу себя разобрать по деталям то есть ты настолько тих что чувствуешь свои процессы тут все тут спокойно здесь все хорошо ты как бы знаешь как этот мастер у которого все инструменты на месте все четко работает все точно ничего нету ржавого ты такой психолог сам себе становишься ты знаешь людей в основном они встречаются через какое-то время притираются привыкают ты про острое ощущение да что типа замыливается что-то но мы не замыливается из-за ты вот как развивался как и жил своей жизнью тебе надо также самое и жить как бы быть самодостаточным когда появляется человек будь таким же самодостаточным а некоторые люди в парах они тухнут они просто сидят там на диване смотрят сериалы там куда-то погуляют они как бы вместе но они вместе ничего не делают и тут важно оставаться живым таким подвижным быть самодостаточным продолжать вот это развитие не только в паре но и твое отношения не должны быть развлекаловкой они не должны развлекать приносить себе какие-то там ощущения как прыжки с парашюта да по мне это что-то другое теплое как семья это какой-то такой близкий человек которого поддерживаешь ты которым ты служишь который имеет возможность тебе служить и это такой просто взаимообмен это такой естественный процесс такой знаешь перетекание двух душ и благодаря тому что ум спокоен он как бы к потреблению становится после пробуждения тебе уже не хочется потреблять да для себя для себя для себя себя развлечь себя расшевелить себя там взбудоражить открывать другое качество отношений какой-то более уравновешенная спокойно и классная ну вот короче это такой интересный новый опыт не скажу что мне дается легко это постоянный труд короче это постоянный труд отношения но с твоим да вот партнером приходится искать какую-то гармонию ты 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 не убежишь как бы потому что если нет потом наступает такой сразу моментальный дикий дискомфорт и ты не можешь как бы находиться с ним ты решаешь опять вопрос то есть происходит такой взаимообмен такое притирание это тонкий труд это очень интересно мне приходится понимать женщин взрыв головы говорят одно думают другое делают третье не трогай меня значит типа наоборот удели мне внимание у них все наоборот максимально нелогично иногда их надо просто выслушать и обнять чтобы их понять мне надо полностью вообще выключать голову просто быть максимально бдительным и такой по ходу сейчас это и ты по-любому ошибешься вчера ты вот объясняла что надо поступать таких моментах вот так вот я поступаю именно так она говорит нет сейчас не так вообще сумасшедшая сумасшедшая прокачка там не да бог если женщина просыпается там вообще так у нее еще по глазам понятно какое-то настроение да а если она проснется там все такие остальные глаза спокойствие и сейчас жди чего-то ты как кошка перед прыжком значит прыгнет или не прыгнет чего она хочет еще короче прикольные ты знаешь что я понял женщинами так сани и вообще в принципе с ними надо выжидать и надо дать выговориться здесь пауза они могут тебе много чего накричать здесь куртешь 5 минут смотришь ситуация меняется они уже говорят другое там проходит пять минут они уже тебя обнимают жалеются потом через пять минут у них что-то опять вот примерно 15 минут ты понимаешь что на самом деле где истина просто с первых слов я вначале так окей сейчас она орет знаешь как стадии я уже для себя понял хорошо мне хватает терпения наблюдение кого-то спокойствие я уже наблюдаю эти стадии выявляю некий механизм он иногда дает сбой но очень прикольно мне очень нравится это проявление женщин это женская энергия это какая-то загадка она знаешь такое но очень живое такое очень живое классно я обожаю это в женщинах вот это в ванне и это просто люблю очень сильно но очень женственными мне нравится девушки женственные как литвинова когда она в кино снималась это вот эти и она так вот разговаривать и так и двигается мне кажется если она пойдет в этом хрустнет сейчас коленочка потому что она сделала такой твердый шаг как-то после точки этой пробуждения начал чувствовать именно вот это насколько проявлена энергетика же женская у женщины и у мужчины мужская как бы пропала форма оценка осталось просто вот веет от него этой энергии или нет это очень интересно мы пришли к морю когда был на судне у меня были вот эти опыты о них не рассказать да как бы сразу после их сразу сам не понимал но опыты настоящего момента вот эти всех его работы над собой чего-то большего чем просто видимость мира то есть меня начало это открываться но на судне не было людей с кем я мог бы этим поделиться были как бы кому я мог об этом выговориться но не всегда было понимание какой-то в ответ но с морем было и выходил на палубу я с утра здоровался с морем и с ним общался как знаешь как с человеком только море как бы не говорит и ты такой с ним тоже молчишь как и с человека много садишься на скамейку вечером вы просто помолчишь и хорошо вот так же с морем она стала мне каким-то другом перед морем иногда стыдно может стать потому что она как будто все про тебя знает знаешь такое оно такое мудрое молчаливое иногда людям даже не нужно давать ответы вот они с тобой делятся типа у меня вот такой вот горе они тебе выливают свое горе те не нужно им давать ответ на это горе тебе не нужно решать это горе ты их иногда просто вышла шиш и молчишь и даешь вот так минуту помолчать ты их выслушаешь это просто ты с ними они поделились и ты молчишь и люди этим могут расплакаться потому что ты их принимаешь ты принимаешь их такими какие они есть с их горем ты их не судишь ты мне даешь совет ты просто с ними люди от этого кайфуют людям это очень нужно ни совет не решение никакая ты словесная поддержка им просто нужно чтобы ты побыл с ними иногда вот что делает море она дает нам эту возможность все высказать ему она не судит она не оценивает она просто с тобой а 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 что тебе вот последнее время больше всего доставляет радости вот это все ну короче мне доставляет радость сам настоящий момент я на него стал обращать не просто внимание не просто быть в нем поменялось качество отношение к настоящему моменту она стала священным мне кажется мне близко щеки лопнуты иногда я так часто улыбаюсь так радостно не так давно записывал историю в инстаграме да где твошел в поле из мировоззлилась да грязь лилась что-то конкретное выходит пробужденные тоже плачут я начал прожевать просто, это боль в груди и я понял откуда она я просто сейчас выкрикиваю то, что у меня сидело так давно, это так больно больно, не больно, это экстатично это как капсула энергии скрытая ой, я сейчас начал прожевать именно телом вначале было экстатичное но экстатичность повела за собой очищение, а сейчас гнев, короче уже голос сел тут благо мягкая земля, есть что побить а за гневом это, знаешь, какое чувство ой, это то время, когда я все заглатывал алкоголем, ну мне было легче было пофигу, я как бы забывал это прятал внутрь, а сейчас это выходит ой, и так хорошо так офигенно ты не представляешь можно пить и употреблять что-то, забываться убегать от чего-то от того, что внутри целую вечность пока ты не поймешь, что так и так с этим надо столкнуться, лицом к лицу я могу теперь озвучивать аудиокниги, например она шла по пустой дороге на ней было легкое пальто легкая улыбка упал осенний лист и она поняла, что все закончилось умирали привязки, было что-то подавленное то есть это было таким тонким и чем-то глубинным, что я так охранял понимаешь, чтобы двигаться дальше глубже в настоящий момент чтобы быть чище, как провод да, вот этой энергии трансляции надо избавляться от привязок от каких-то внутренних вот этих скоплений другими словами, это такое просто очищение вынужденные какие-то вещи но они внешне, это выглядит вот так вот бывает, что это выглядит вот так вот тебе хорошо полегчало после? очень, очень у меня был разговор сам с собой я еще так просил, даже проговаривал, говорю помогите это прожить, отпустить я готов двигаться дальше то есть я конкретно чувствовал вот этот процесс что мне нужно как бы двигаться дальше и я не могу пойти дальше с вот этим грузом и я просто один уже не в состоянии был это пережить, отпустить как-то я готов, я бы рад, но не могу я никак не знаю, как это достать но вот из меня вот это доставали как бы вот это внутреннее вот так вот выходило короче, чтобы двигаться дальше надо оставить то, за что ты держишься такой образ, он очень понятный всем это не значит, что мне надо убежать от этого растоптать это и избавиться от этого да, например, будь это девушка будь это привязки к работе или к дому это не значит, что мне надо с этим порвать это значит, что должна уйти привязка то есть появляется свобода, это некий поводок который тебя держит, да, из-за которого ты не можешь двигаться вот и его ты убираешь как думаешь, если бы ты мог что-то изменить в этом мире ты бы воспользовался этой возможностью? хороший вопрос знаешь, я, наверное, бы ничего бы не менял если мы смотрим как бы с одного уровня реальности то мы видим как бы плюсы и минусы если смотрим с другого уровня реальности то там плюс меняется на минус как бы там просто плюс-плюс потому что здесь все как опыт мы получаем этот опыт неважно, как наш ум оценивает этот опыт хороший или плохой этот опыт нужен душе все, тут больше не о чем говорить я бы ничего не менял план идеален и в него вмешиваться будет неправильно классно, что я могу отдавать вот что классно это самое лучшее то есть не только брать брать, 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 брать а отдавать сами практики по себе вот, да, которые там медитация или прочее это как некая ну назовем ее ну подзарядка или что-то такое да, какой-то некий такой это лишь одно весло вот этого пути но если нет второго весла вот отдавание короче, если у тебя стоит выбор сидеть в медитации или делиться этим делись этим потому что это в сто раз лучше медитации это не что-то абстрактное и мистическое это просто конкретный механизм ты делишься ты пропускаешь эту энергию она тебя и вычищает и делает все все делает за тебя вот эта энергия она так же самое делает и все другим то есть знаешь, даже в бизнесе есть такая формула я слышал, что если ты хочешь заняться каким-то новым делом просто найди компанию, которая этим занимается и помоги им бесплатно начни бесплатно сделать то, что тебе хочется да, да практика, 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 практика миллиард практики, практики тут практика, там практика, здесь практика я поеду туда, чтобы заниматься практикой если только это ну да, ты будешь себя лучше чувствовать но ты не сдвинешься с места если нету служения отдавание отдавание я получил, отдал получил, отдал как сидит Будда он как сидит ноги ссолнены вот так вот так вот эти руки то есть я беру отдаю взятие ради отдачи то есть ты провод от этой энергии ну и все это вот такой простой очень механизм а побочный эффект какой? радость спокойствие понимание инсайты принятие доверие слияние с высшими токами энергии имеет там побочный эффект это все самое лучшее что есть на этом шарике земля все что может лучше испытывать человек это побочный эффект того что я транслирую оттуда сюда в принципе весь социум все города все эти границы разделенные на вот эти линии это отражение нашего внутреннего мира разделение конфликты непринятия в америке они вот так вот видят у них такая точка зрения у другой страны другая точка зрения две точки зрения начинается конфликт все несмотря на то что у нас весь мир блестит светится и у всех есть камеры это все еще животный мир и вот люди души такие юные которые приходят они уже чувствуют то что внешне там типа ну не туда люди не туда идут за умом за эгоизмом потребление это плохо это плохо кончается во-первых это разрушает не наполняет смотри знаешь что я хочу обсудить давай когда искатели как бы застревают надолго в уме вот например даже в чате в телеграме в школе есть ты есть очищащих ты его читаешь я его немножко просматриваю там например есть такой дядечка который очень умный Сергей он все обо всем знает да когда его спрашиваешь на вас собственно что такое то он говорит ну как-то вот что-то вот я еще не а вот не сложилось а вот помогите ну вот я вот такой вот да вот это вот типа я еще не готов или что-то там еще не то да да но при этом все знают все это то ли Пелевин то ли Высоцкий говорил Пелевин если меня спросят куда идти я покажу и направление и скажу и как и что там будет я все сделаю все четко отвечу но сам пойду туда то есть мы все знаем как помочь друг другу мы все знаем как сделать но сами идем всегда в другую сторону почему мы такустроен уaque обожаю такие есть прямо а в точечку вещи как ты думаешь является ключом момент attorney а почему его должен прижать чтобы он а тогда он сдвинется когда стены вот так вот сжимаются ты такой пора сваливать а у него стены стоят вот так вот он сходит туда сходит туда день пройдет второй день пройдет как бы а мы еще очень привыкаем к своему как бы вот этому болотцу работу дом там родственники иногда этом с друзьями увидится о новое кино вышло то есть постоянно какая-то есть игра тебя как бы постоянно как бы развлекает социум весь мир те как бы постоянно а вот тут еще поиграть смотри а вот здесь игра а вот здесь вот вот это и дитку да 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 сейчас 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 приду ее ты играешь играешь и и и все и жизнь кончилась и вот поэтому я говорю пока не прижала пока играл ну то есть много многих не прижмёт да помогает среда среда людей веришь в это не веришь ты в это но если ты вдруг как бы решаешься все таки делаешь этот шаг нашли как бы слепая вера такую а попробую я не знаю как там будет но я попробую потому что другие говорят это работает я не знаю работает или нет но я попробую и люди делают этот шаг в эту среду это может быть ретрит это может быть что угодно какое-то там мероприятие интенсив сатсанг что угодно человек делает шаг и он такой и среда его действительно меняет и и он в этой среде людей вот эта среда людей которые живут этим которые двигаются в этом направлении он как бы да я хочу двигаться с вами да я начинаю чувствовать куда это все потому что так слова нет было бы классно если бы ему написали кому-то письмо или быть записали бы видео это бы кому-то помогло те кто готов им это помогает но от тех кого надо сильно шевелить там конечно тяжелее момент туда есть тысячи людей которые просмотрели весь youtube уже они уже все смотрят но я нет как бы еще тут это они не знают куда двигаться пусть эти говорят так эти говорят так как бы человек путается вроде этот правильно говорит и этого ему я доверяю и тому доверяю но это говорит так это ты говорит так и как делать и делаешь это путаница нет среды людей с кем реально ты это делаешь жизни люди которые ну те проведут шаг за шагом как бы скажем да удадут этот живой опыт вот он нужен вот людям этого не хватает нам это был мы это даем школе то есть эта среда именно в среде человек начинает понимать что да да столько людей через нас проходит и каждый потом как я жил что это было вообще что это за жизнь я теперь понял о господи спасибо вам там я так спал я так тупил и знаешь как и таких сообщений мы как бы нам приятно такие сообщения видеть потому что это значит что это работает да их сообщение просто сотни уже их просто кучи и каждый раз одно и то же я ошибался спасибо что показали один и тот же текст просто история разная эта женщина потом мужчина тот с россии тот с европы и но суть одна я спал ошибался тупил вы мне показали спасибо класс все тык 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 у меня наше время у них лежит ряд опасностей жизни они вот как бы позволяет себе нежиться комфорт комфорт да это наверное тут тоже об этом стоит да то что человек когда он один по книгам по видео ему не могут передать суть проблемы суть иллюзий в которых он живет это можно почувствовать только в среде начинать чувствовать иначе это не даст ни книга не 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 какое-то видео это конкретные действия нет такой пилюли волшебный это всегда будет открытость этому желание этого да я так смотрю что в принципе для человека свобода выбора всегда есть то есть он сам направляет свое внимание на что-то и в любой области может достичь успеха будь это какой-то какие-то материальные блага или вот это вот возвращение домой то есть открыты все опции но всегда человек лимитирован своим неверием в себя или неверием скажем так в продукт в то куда он стремится до это зависит от да ты правильно говоришь а когда эти лимиты от ну убираются когда расширяется когда ты устремлен во что бы это ни стало вот я читал недавно про одного этого самого исследователя там морские глубины и так далее да мужчина полюбивший невероятно океан он был великим ученым и открывателем каких-то вещей да он там закончил кучу школ анквалонгистов там то все но это было то время когда россия хотя на на и сейчас люди такие как бы хорошие ученые они не выездные да а я хочу ехать изучать там вот такие-то острова с такими-то там зарубежными учеными россия говорит нет и не выездной ну почему потому что они как бы да не хотят чтобы он а вдруг он не вернется мы потеряем ученого и что он сделал он короче там был такой курс в общем корабль ходил он не заезжал ни в какие там порты ничего не туда не сюда просто как туристический что ли того да и он там поехал как бы ну как бы как у нас есть эти как называются лайнер или что это короче всего того да и он короче как оказался там в океане и просто с ластами с маской водолазной четыре дня просто плыл он просто прыгнул и плыл он так хотел ему вообще плевать что нельзя выезжать ему плевать что надо плыть четыре дня четыре дня не есть у него есть только маска трусы его и ма и эта палка знаешь чем дышать вот это стремление там вопрос жизни и смерти а у нас какой уехать не ехать купить билет или не купить билет ну чё это на по твоему стремлению стремление просто невелико это элемент и делает стенки создает стенки сильно захотеть надо этого когда человек не сильно хочет но я его и заставить не могу из-за него это не сделаю а тут нечего так больше это и говорить особо желание измениться это тотальное желание измениться я часто встречаю мы тоже люди напишут как там посоветую что-то с чего начать да как бы вот я хочу измениться в жизнь просто а дичь осталось не могу игорну начнем там с этого с такого формата например йоги или пройди что-то онлайн два все там тысяч ты что есть ну что то не получается у меня могу я там другой раз откуда это твоя жизнь как-то иди другой раз как взять я просто диск попросила помочь нам попросил кто-то я посоветовал ты выбираешь сам да или нет ну человек куда хорошо все круто я там обязательно следующий раз этому рубаху рвет запала хватает на неделю ты жизнь была от я хочу что-то изменить но а потом вроде не так плохо такое и завтрак вкусный там ну и все и день неплохой солнечный а другой раз хожу не сильно человек хочет измениться еще значит еще терпимо насколько ты хочешь измениться а это ведь ну как бы труд и этот труд вокруг нас почти никто не совершает ну этих людей очень мало тебя доливают сомнения а как подумают другие привязки теки мысли мы боимся вопросов которые нам будут задавать а что ты начал заниматься чем-то и что ты теперь святой и да 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 это это ты ты можешь быть кем угодно просто говори на их на языке играй но дело в том что мы боимся своих мыслей это в реальности даже если это есть тени обязательно кому-то отвечать такой ты можешь улыбнуться и чё там тени никому ничего доказывать доказывать да раньше говорят и не ешь там мясо я щас немого перед ночью такой кусок колбасы съел ну бывает раньше наоборот ты вегетарианец и откуда и знаешь почему потому что потому что потому что ты вообще плохой и уходишь весь опустошенный в конфликте в каком-то люди все время будут говорить тебе ты чё ты будешь всеядным они будут ты ешь все как так там я бабы ненавижу нафиг ты их ешь они вообще вызывают грибок и потом я говорю я не ем бабы ты не ешь бабы почему грибы полезно это правильные бактерии короче слушать вот эту всю хиромантию всех этих людей все мнения каждого человека один момент и понимаю что все ребята хорош спасибо я со всеми поговорил можно я буду жить свою жизнь и ты становишься таким типа и я буду жизнь эту жизнь сам буду решать сам что мне надо и ты начинаешь слушать себя они свои мысли мысли людей там ты перестаёшь слушать их ты начинаешь слушать себя чего хочешь ты и вот тогда то начинается жизнь все дико просто ну понятно никаких волшебных пилюль все еще проще да да все ответы внутри да 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 именно так а между прочим в латвии сейчас лютая зима зима елочки на зеленом газоне классно на самом деле приближаемся к череному новому году 2020 уже почти на дворе может какие-то пожелания Никита нашим подписчикам так банально звучит я в голове проговариваю себе да люди жили с какой-то просто и банального не звучало жили вот в этом моменте чтобы когда поднимались по лестнице мы не думали о том что мы сейчас придем и будем кушать мы не будем думать о том что к я включу комп и сейчас напишу кому-то или что-то еще я хочу чтобы желать чтобы когда ты поднимаешься по лестнице что ты поднимался по лестнице что ты шел наслаждался вот уже ты поднимаешься по лестнице, и не думал ни о чем другом, ты просто был здесь. И когда ты придешь домой, ты пришел домой, и чтобы было соответствие. Есть момент, есть действие. Соответствовать этому моменту, быть в этом моменте. И кто-то скажет, я и так в моменте, а я тогда спрошу, а как ты относишься к этому моменту? И человек не сразу найдет ответ. А как я отношусь к моменту? Вроде никак, он просто есть, а как, зачем, и что такое? А надо относиться к нему как к чему-то священному. Потому что Бог – это и есть настоящий момент. И нет ничего другого, кроме этого момента. И он священен. И когда будет отношение к этому моменту трепетное, такое священное, как бы… Он самый лучший. Когда будет отношение такое, тогда и жизнь развернется. Весь мир, он нам зеркалит. И если я к нему вот так вот, и он мне отдает тем же. В общем, всем хорошего Нового Года. Я пойду греться. И я зову тебя с собой. Ну что, ты идешь? Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...